друзья всем привет начался турнир с тройным эликсиром ну и собственно сегодня его и пройдем буду играть четырьмя колодами специально подобрал 4 колоды для того чтобы протестировать самый высокий винрейт если смотреть их по их статистике ну и посмотрим выберем наиболее подходящие колоды каждый естественно сам для себя я лишь попробую ими сыграть для начала будем тестировать вот такую колоду с адской гончей без воздушного шарика но и здесь у нас два заклинания молния яд я думаю достаточное количество будет зданий молния яд нам помогут да что ж такое то нам помогут и от кашля и созданиями справляться и естественно карты поддержки также убивать которые будут нашу бончую напрягать что погнали друзья турнир с тройным эликсиром поэтому должен быть action надеюсь так и будет не рекомендую выставлять наземную карту самого начала их у нас в колоде немного вот теперь можно выставить прокатить дракончика на правую сторону ну и здесь я буду защищаться и спасу я думаю свою вышку в то время как мой противник уже навряд ли сможет это сделать сейчас мы сюда еще молнию отдадим таким образом и я думаю что все да здесь еще одну адскую гончу можно выставлять рано он стрелы скинул ну первая игра понятно она не должна быть сложной поэтому легкая победа зря он ну не зря может надеяться вышку забрать он ее даже заберет но глобально это ему конечно никак не поможет понятно первая игра не показатель это всегда такой результат сначала дают соперников послабее где-то на 3 на 4 на 4 по моим подсчетам игре дают контру контру и сильного соперника сейчас проверим кстати так это или нет тройной эликсир поэтому сразу можем выставлять тяжелую карту ничего в этом зазорного нет так ну против нас электро гигант о защите тоже подумаем поэтому я вот таким образом буду действовать дракончиков поддержку обязательно надо выставить сюда я яд отдам и пламенного поставлю летучку тоже добавлю от защиты причем ну и сразу можно переходить в контур наступления здесь молнию готовим нормально молния зашла не идеально но нормально у нас все равно хорошая атака идет он сейчас должен торнадо отдавать да я здесь яд отдам ну и вот теперь ему будет сложно с этой атакой справиться да он молнию отдает но все равно этого недостаточно ведьмина бабушка молодец хорошо работает отрабатывает все свои вложения по эликсиру ну а я перехожу в режим защиты теперь максимально широко расставляю свои карты чтобы он молнию не мог хорошо выгодно использовать вот он какая отвратительная молния от него было ладно я думаю здесь можно его добивать он по моему уже вообще просто сдался нет торнадо еще дает признаки жизни от него еще идут поэтому ну да вот он еще доигрывает ничего себе хотя смысла уже особого нет ну что ж первая колода понятно как работает по воздуху атакуем две наземные карты бережем максимально широко расставляем дракончика вылетучку ну не забываем про защиту и собственно используем в поддержку два заклинания следующая колода друзья это вот самая сомнительная посмотрел у нее 1500 по моему игр винрейт больше 70 процентов ну у всех этих колод винрейт около 70 процентов но вот эта быстрая колода она для тройного эликсира не знаю как подойдет нет спамить будем огненными лучницами теслами короче будем спамить всем потому что опять же быстрая колода но на мой взгляд опять же не сыграв еще ей я могу сказать что это сомнительный выбор есть колоды попроще этой же надо прям активно будет играть прям надо будет потеть есть у меня подозрение поэтому возможно я бы ее и не стал рекомендовать друзья ну ей надо конечно напрягать пользоваться тем что у нее быстрый цикл и тем что противник не всегда будет успевать реагировать на данную колоду поэтому собственно мы и играем агрессивненько тут валькирию защиту и гоблинский бур уже в атаку по правой стороне огненных лучниц не забываем спамить здесь огненный дух против темного принца ну и можно теслу поставить что поспокойнее было валькирию в прикрытие огненной лучницы фаерболы пока не закидываем пока фаерболы приберегаем для лучших времен он кстати со стрелами играет это не хорошо и с темным принцем с мега рыцарем это также не хорошо потому что многовато получается у него сплэша то есть ему есть чем контрить моих новой ошибка и мой гоблинский бур в первую очередь и моих стенобоев так отлично зафокусилась все-таки вышка на пламенном так бы были у меня проблемки судя по всему ну а так все очень даже неплохо не считая того что сейчас идет на меня атака склад бой давайте стенобоев расплитим по двум сторонам потому что он все-таки играет с мега рыцарем под мега рыцаря всеми стенобоями подбив подставляться совсем не хочется выманиваем у него стрелы фаербол закидываем в лучниц стенобоев в атаку по правой стороне ну и здесь будем защищаться нашей валькирий также аж он стрелы наверное будет закидывать к этим пламенного на правую сторону здесь стенобоя думаю добегут у нас до добегают и по левой стороне у нас идет тоже серьезная атака не хватает у него стрел на то чтобы защититься от всей моей мелочевки ну слушайте по первой этой игре впечатление такое что колода колода может работать но и она и работает собственно против этого противника как минимум но может я был слишком предвзят но нет все равно она вот прям даже по ощущениям первой колоды можно было так на расслабончики картишки кидать а вот этой надо прям постоянно в процессе быть постоянно активно что-то делать поэтому я все-таки останусь при своем мнении что этой колоды посложнее но давайте доиграем ей так теслу убить бочку со скелетами гоблинский бур в атаку хорошая валькирия от него но я буду fire закидывать пар вот так вот чтоб принцессу и а вот это неприятно но я надеюсь что умрет умрет ведьмина бабка да скорее всего умрет он бревно отдал поэтому атакуем по противоположной стороне валькирию сюда в защиту от гоблинской бочки проблемка колоды уже нарисовалась друзья это отсутствие бревна здесь защищаемся огненным духом с со скелетиками но ему нечем убивать огненную лучницу мою поэтому ее по максимуму будем использовать и прикрывать всячески фаербол в ведьмину бабку на этот раз гоблинский бур сюда поближе к принцессе может он ее как-нибудь зацепит навряд ли конечно но тем не менее оп отлично гоблинский бур здесь еще зацепит часть его защитных карт так огненного духа неудачно выставил в него время ладно тогда валькирия в защиту и фаербол в принцессу опять же гоблинский бур по левой стороне мне бы как-то затаймить затаймить фаербол с гоблинским буром иначе у меня атака не заходит поэтому надо все-таки гоблинский бур фаербол вернее под гоблинский бур приберегать так здесь проблемы летучих мышек защиту выставлю от его бочки и еще один гоблинский бур уже изнесется в атаку блин на этот раз плохо на этот раз надо надо мне теперь докручиваться короче до фаербола вот сюда его закидывать побольше надо огненных лучниц в этой игре мне с память есть у меня такое подозрение потому что ему их убивать особо нечем так огненного духа сюда фаербол сюда теслу сюда проблемка так валькирия здесь будем дефаться но надо переходить в атаку плохой огненный дух от меня очень плохой хотя нормально все поехали в атаку надо его добивать надо его срочно добивать так а получится ли вот в чем вопрос вальку сюда гоблинский бур в атаку и поехал фаербол здесь отличный фар зашел отлично все добил то что 2 из 2 данной колоды хотя я в ней сомневался но нет по ощущениям все равно тяжеловатая колода сложно ей было играть очень так интенсивно интенсивно и не всегда успеваешь соображать что делать далее колода с големом без тяжелого заклинания это пожалуй самая большая слабость этой колоды но может быть она здесь и не нужно давайте проверим может быть действительно и не нужно никакое тяжелое заклинание правда если мы наткнемся на колоду с кучей зданий то конечно без тяжелого заклинания будет печально против такого играть сразу голему выставляю потому что тройной эликсир нет никакого смысла здесь скромничать поэтому я прям сразу пойду в атаку вот он показывает что у него есть здание защитное это тоже проблемка потому что опять же опять же нет тяжелого заклинания зато есть еще один голем друзья есть еще один голем который несется убивать всю его выставленная на поле боя добро на поле более боя шумно с речью происходит все левую вышку мы сносим но вернее скорее всего мы сносим даже главное здание шустрый спал бейтер попался но вот опять же может можно смоделировать кстати вот то как я бы играл этой колодой сейчас предыдущие вернее колоды против вот этой колоды с големом и были бы такие же проблемки как у моего противника вот сейчас были проблемки то есть вы видите даже здесь и без тяжелого заклинания колода ломает на тройном эликсире и сравните как долго я мучился в предыдущей игре той колоды и тоже сейчас опять против спал бейта но вот этой колодой с големом просто сломал противника конечно против адской гончи они тесла было бы гораздо сложнее что же опять я выставляю големы и опять кстати такое же начало но там спал бейт был конечно самодельность ой хорош фаербол хороший фаербол но многовато или к вам потратил дракончика еще одного сюда торнадо я использую тоже это что за колода такая что-то популярная колода я иду в атаку пусть он докручивается до еще одного фаербола но не факт что ему это поможет у меня здесь уже очень много воздушных карт да я подставляюсь под fire но все равно все это не убьет сейчас фаербол он закидывает ну вот до пушки они все равно его доработают сюда голема из середины прям наглец да наглец я знаю друзья туда дровосека и повозку с пушка еще одну сейчас будет армия скелетов будет плохо здесь сыграл если честно да но я уверен своей защите поэтому вот этого я не ожидал ладно на портачил сам самому исправить что поделаешь друзья давайте по левой стороне будем добивать его главное здание какой смысл здесь бодаться сюда на правую сторону только дракончика выставлю может еще электро дракончика да еще электро дракончика придется торнадо я сюда от гоблинской бочки защититься хочу ну и собственно сейчас у него будут должны быть проблемы по двум сторонам не по двум сторонам проблем не будет конечно но по правой мы ему их оформим потому что голем я надеюсь пойдет направо да отлично голем идет направо сюда электро дракон сюда гоблинскую бочку и торнадо я тоже использую голем убивает его в вышку я так полагаю мега миньоном защищаемся от гоблинской бочки я здесь очень коряво играл друзья по факт по хорошему бы конечно гоблинскую бочку контрить варварской моей бочкой но я играл на пофиг и в принципе в принципе сработало поэтому ничего страшного можно было сыграть лучше можно было меньше урона получить но это не имело никакого смысла я играл от противника и от своей его колоды понимал что моя колода но в этом матчапе просто сильнее по факту оказалось напоследок колода созданиями создание ем одним мне казалось что она с двумя зданиями ну ладно одного я думаю достаточно будет здесь два заклинания fire яд погнали сразу поставим хижину гоблинов прям сразу сразу начинаем его напрягать понятно напрячь не получилось давайте мега рыцаря а так мега рыцаря есть у него еще заклинание надеюсь что не есть есть вот видите очень популярны такие сейчас сборки фэрбол здесь адам так а он отдает молнию еще раз но у меня то хижина гоблинов стоит на поле боя то есть молния его хоть и зашла но давайте заставим возвращаться по правой стороне мини генераторов сюда против принца там должен быть принц до фэрбол сюда закинул он отдает свой фаер и это значит что я могу летучку выставить на левую сторону спокойно более того я могу еще выставить ведьмину бабушку мне здесь нужны кабанчики по левой стороне кабанчиков собственные призовем два заклинания это неприятно у него но у меня то тоже как бы два заклинания поэтому еще раз он выставляет голема я еще раз иду в атаку по противоположной стороне летучкой с ведьминой бабушкой пусть призовет она кабанчиков и будет шикарно отлично два кабанчика призваны продолжаю давление по правой стороне мини генераторы в защиту так ну и здесь он хорошую молнию отдал так то ждем когда развалится големчики голем вернее развалится скидываю мега рыцаря летучку на правую сторону чувствуется уже что против дракончика этой колоды достаточно неудобно играть есть только летучка ведьмина бабушка небольшой урон сравнительно наносит поэтому могут быть проблемки фаер он отдал вот и папра по левой стороне мы его теперь напрягаем он отдал до оба заклинания и вот что происходит когда отдаешь оба заклинания против подобной колоды сразу же можно реализовать другие карты да неплохо и просто по исполнению сыграем еще одну игру данной декой друзья ну и сделаем выводы относительно этих колод так я подумал что нужно два здания с двумя зданиями будет попроще но я тут смотрю и думаю что а двух зданий это и нет необходимости одним в принципе можно разбирать пара надо поэтому летучка спокойно выставляется я тоже отдам fire а он такой же колода играет судя по всему поторопился я тогда я от отдам здесь отлично мини генератор ай-яй-яй запоздала а я чудо смотрелся да он играет такой же колоды абсолютно значит у него есть мега рыцарь значит не торопимся своего выставлять фаербол будем отдавать на его летучку а и он промазал он промазал так фаербол будем отдавать вернее вот так а ее здесь и фаербол и яд отдаем потому что ты летучкой ведьмина бабушка яд корявый яд не нужен был плохо сыграла здесь друзья мега рыцарь против мега рыцаря ведьмина бабушка пусть призывает из летучки кабанчика фаербол нет не фаербол обманул яд здесь яд чтобы добить чтобы эту дуэль выиграть летучка из этой позиции так защищаться буду повозкой с пушкой вот мега рыцаря ну и выставляю своего мега рыцаря из глубины ведьмину бабушку в ответ на ну здесь едок можно отдать здесь хороший яд заходит против одного мини генератора прыгай уже мега рыцарь отлично мега рыцаря еще на левую сторону с воздушной поддержкой и с наземной поддержкой фаербол фаербол сюда хорошо и еще одну хижину гоблинов он сейчас мега рыцаря должен выставлять я здесь летучку готовлю так ну из чувствую я в этой игре надо будет докидывать заклинаниями пайрон снова отдал пусть яд отдает блин плохо я здесь подставился плохо подставился ладно мини генераторы надо добивать его вышку уже заклинаниями так и делаем так и поступаем хижина гоблинов мега рыцаря копим мега рыцаря выставляем так здесь наверное повозку повозку и фаер отдам пар в его летучку и мини генераторы отлично я отсюда отдаю уже накидываю заклинаниями друзья уже уже не особо здесь нет времени на размышления мега рыцаря он уже он уже паникует я чувствую запах паники пайрон отдал поэтому ведьмину бабушку ничего не боясь тоже отдаю фаер в его летучку и отдаю еще яд здесь и еще одну летучку выставляю мега рыцарь от него не очень удачный я своим своей повозкой здесь да пусть мне надо крутиться да я до фаербола и все и выиграть эту игру что зеркальное было противостояние такой же колоды он играл но подставлялся он слишком часто под одно заклинание на своими картишками на мой взгляд так давайте подведем итоги друзья посмотрим против кого вообще мы играли где было начало это еще предыдущие какие-то испытания чё-то первый противник понятно там 2000 трофеев это можно не комментировать эту игру в общем-то колода с адской гончей хороша в ней два заклинания которые пожалуй очень хорошо подходит для этого испытания и и я точно могу рекомендовать ей достаточно комфортно будет проходить турнир с тройным эликсиром следующая колода со стенобоями и гоблинским буром с быстрым циклом самая сложная пожалуй колода из представленных поэтому если вы быстрыми колодами не успеваете играть то кстати вот интересно чего у него за рекорд 6 200 то этой колоды я не рекомендую играть далее была колода с големом отличная колода достаточно простая вот ее я пожалуй тоже могу порекомендовать и напоследок колода со зданиями фаербол бейтовая колода вернее с одним зданием тоже простая тоже сильно ее я тоже рекомендую в общем-то по факту отсеялась у нас вот эта колода мне кажется ей будет сложно а больше всего мне пожалуй понравилась колода с адской гончей и вот эта колода с голем вот эти две колоды по ощущениям по тем противникам которые мне попались и матчапом были прям самые удачные все друзья на этом собственно видео заканчивается удачи вам в турнире с тройным эликсиром спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока